Готовы ставить рекорды. Ход уборки озимой пшеницы на полях Усть-Лабинского района сегодня оценил глава Кубани. Вениамин Кондратьев посетил одно из крупнейших хозяйств лидеров региона. Урожайность зерна здесь выше, чем в среднем по краю и составляет около 70 центнеров с гектара. Результат стал возможен благодаря строгому соблюдению технологий выращивания и исследованию рекомендаций ученых. Яна Бузычкина продолжит тему. Поехали. Поехали. На южных полях развернулась настоящая битва за урожай. Каждый погожий час на счету. Комбайны не глушат сутками. Вот и роман с говорящей фамилией Касаркин на полях работы с утра до ночи. Ход уборочной кампании вместе с заведующей отделом селекции семеноводства пшеницы национального центра зерна имени Лукьяненко сегодня оценил глава Кубани. Вениамин Кондратьев приехал на поля Усть-Лабинского района. Здесь уже убрали более 40% озимой пшеницы. Только на этом хозяйстве урожайной зерна выше, чем в среднем по краю. Около 70 центнеров в гектарах. Разве не счастье, когда идет новый урожай? Правда, да? Это жизнь. Вот для Кубани урожай – это новая жизнь. Удачный год, говорят селяне. И зерна много, и качество хорошее. Несмотря на дожди, которые приостановили жатву в большинстве регионов страны, курс аграридержит на новые рекорды. В этом году планируется собрать 15 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Качество у нас зерна очень неплохое. В среднем от 12,5 до 13. Хорошая клейковина. Много в этом году геотройки идет. Хорошего качества. Потери минимальные. Мы максимально сегодня должны создать условия вам, чтобы вы собрали практически рекордный урожай. Я не хочу называть виды и наши планы. Вот когда будет закрома, когда мы это уже будем иметь в рубле, тогда да, тогда мы скажем, получилось. Но вот что такое урожай? Урожай – это достаток сегодня. Селян – достаток. Это благополучие предприятий агропромышленных. Это экономика края и безопасность продовольственной страны. Вот что такое кубанский урожай. Вот это мы должны понимать. Поэтому мы должны максимально выложиться, чтобы и достаток был у селян, и экономика края развивалась. И агропромышленный комплекс чувствовал себя уверенно в зарубежном дне. Важно, что здесь выращивают пшеницу отечественной селекции. К примеру, на этих полях классится сорт Таня. Наши аграрии давно поняли, что гарантирован высокий качественный урожай за кубанской наукой. Поэтому следуют всем советам ученых. И вкладываются в собственную селекцию. Так поступили на Ладожском семенном заводе. В ходе объезда его посетил губернатор. Это сегодня ваша уверенная завтра в том, что у вас есть семенной завод. И собственная селекция. Пускай где-то первые шаги, но в сторону собственной селекции. Мы сейчас делаем достаточное количество и реализуем. И люди в крае знают наши семена. И не только в крае, со Ставрополья к нам приезжают и в Воронеже. Сегодня мы видим урожай следующего дня. Мы в руках его делаем. То, что будет посеяно. Вот, золотые слова. Это наше богатство. На предприятии сортируют пшеницу, подсолнечник и кукурузу только в сезон. Грибруют до 13,5 тысяч тонн зерна. Инвестиции в селекцию – это инвестиции в будущее. Вот по-другому мы край такой передовой. И житель со стороны, понятно. И гарант продовольственной безопасности. Мы должны идти, может быть, даже не на полшага, а на шаг. Но впереди других регионов с точки зрения и селекции. И с точки зрения того, что мы должны обеспечивать, поверьте, то, о чем мы говорим, в стране продовольственную безопасность. А это – это долгосрочная перспектива. Поверьте, может быть, даже не до десятилетия, а на больше вперед. И вот мы должны быть такими. Такими. Поэтому, что сегодня здесь селекция есть у вас. В целом, те попятия, которые ориентируются уже на собственную селекцию, это и есть наша уверенная, устойчивая заправка. Сельское хозяйство высокотехнологичное. Вот это сегодня вы пример тому, куда и как нужно двигаться. Из полей все отправились на стол переговоров. На совещании губернатор говорит не только об уборочной кампании, но и перспективах сельскохозяйственной отрасли. Кубанские селекционеры научились создавать качественные сорта пшеницы, ячменя и других культур, которые дают высокую урожайность. Сегодня мы создали большой набор сортов и новые сорта высокоурожайные, которые распространены у нас на всей европейской территории. А сегодня к нам заявки идут из Новосибирска, из Омска, по Тритикали. Особое внимание уделить семенным посевам. Их нужно убрать в первую очередь. И ни в коем случае нельзя оттягивать, потому что это угроза срыва будущего урожая. При этом больше половины той же пшеницы из Краснодарского края отправляется на экспорт, хотя урожай мог бы оставаться в регионе. Такое качественное сырье – хорошая возможность развивать собственную перерабатывающую промышленность. 70% у нас все равно пшеницы уходят за рубеж. И вот здесь мы опять-таки анализировали эту ситуацию. Конечно, это не тот результат, который мы хотим получить, чтобы вернуть еще большую прибыль, в добавленную стоимость, как мы говорим, рабочие места и налоги. Как это сделать? Давайте пойдем по этим субсидированиям. Я думаю, что этот вопрос, с которым мы обсудим более глубоко, с переработчиками, в том числе и производителями макаронных изделий. Готовы ли они в рамках субсидирования расширять производство и максимально увеличивать спрос на твердую пшеницу? Среди наших региональных производителей. А они, конечно, естественно, раз спрос будет, они будут творить. Владимир Николаевич, давайте как поручение продумать субсидирование переработчиков макаронных изделий, при условии, если они будут покупать твердую пшеницу, у наших сельхозпроизводителей, у региональных сельхозпроизводителей. И пока в полях комбайна собирают нынешний урожай, аграрий думает уже о следующем. Но мысли на этот счет спутанные, признаются фермеры. Цены на минеральные удобрения, от которых напрямую зависит себестоимость продукта, только за последние три месяца взлетело почти наполовину. Губернатору пришлось лично вмешиваться в ситуацию. На площадь 100 гектар засеваемую дополнительных расходов нам по сравнению с прошлым годом придется нести на 300 тысяч рублей больше. Но это существенно. Дополнительно только на амофосы, не говорю за другие удобрения. Селитра, комплексные удобрения. Мы говорим только за амофос. Цены выросли очень сильно. Все беспокоены. И вся эта ситуация быстрее всего приведет или к тому, что производители будут вносить меньше удобрений, либо... Говоря о том, какие будут цены. Вот сейчас в этой ситуации прогнозировать практически невозможно. Буду откровенен. Мы действительно в мае смотрели, у меня есть отчеты. Мы все предсказывали, что цена на удобрения будет снижаться. В середине мая экспортная цена пошла вверх. И пока видно, что по ряду позиций она либо держится на высоком уровне, либо продолжает расти. А вам не кажется, что вы так увлечетесь мировым рынком, что во внутреннем рынке у вас могут ваши потребители просто исчезнуть. Но вы же сбалансируетесь, вы же понимаете, что что-то для себя, а что-то для них. Вот тут должна быть политика, взбешенная политика. Потому что они могут не дожить до того момента, когда на мировых рынках цены пойдут вниз. Вы потом кинетесь к своим, а тут... Это не только задача государства, но и у вас, если у вас долгосрочная перспектива бизнеса. Вы же наш региональный производитель. Давайте вместе подумаем. Бизнес же тоже должен быть адекватным. Адекватный бизнес должен быть. Трамофоз на 100%. Куда еще выше. Вы говорите, пока мы еще и не видим потолка. Вот это... Тогда что, к чему вы их толкаете? К пропасти. Без удобрения у нас ничего не будет, вы реально понимаете. А вы региональный производитель. Я не говорю про другие регионы, я за них не отвечаю. Я говорю про Краснодарский край. Про Кубань говорю. Без удобрения мы не сможем. Быть не то, что конкретно способными, мы вообще быть не сможем. Поэтому здесь просто на это закрывать глаза. Не могу, это будет неправильно. Либо за стол переговоров садимся, либо исходя из региональных возможностей. Мы тоже будем по-другому выстраивать свою политику с вами. Поверьте, по-другому. Потому что так не бывает. Я с уважением отношусь к бизнесу и понимаю, что бизнес должен зарабатывать. Но должна быть прибыль у бизнеса, а не сверхприбыль. Либо не сверхприбыль за счет того, что другие минимальные прибыли лишаются. Вот это вот непорядок. И если кому-то все равно там где-то, то мне не все равно. На сбор урожая, если не подведет погоду, аграриев осталось 10 дней. Круглосуточно в полях работает почти 7,5 тысяч комбайнов. Яна Бузычкина, Вадим Волков, Антон Березин. Кубань, 24, Услабинский район.